Буатоп, дорогие друзья! А мы с вами продолжаем двигаться по недельным главам. И в этот шаббат мы будем считать полностью всю недельную главу Итро. Итро, это будет тесть Муши Рабейну. Его дочка Типора вышла замуж за Муше, великого Муше, который в нашей недельной главе будет первый раз подниматься на небеса за скрижалями Завета, как мы их переводим на русский, Шнейлюхотабрит. И вот Итро, этот великий человек, бросает свою страну, свой Медьян, свою родину, там, где он был большим чиновником, он все бросает и уходит учит Тору в пустыню к Муши Рабейну, в пустыню к еврейскому народу, пренебрегая всеми благами, которые у него были. И вот Итро, он говорит евреям, вы знаете, Всевышний, он потрясающий. Почему он потрясающий? Потому что то, что хотели сделать с вами египтяне, а именно они хотели утопить Муши Рабейну в воде, убить их спасителя, так говорили египтяне, египетские советники, советовали фараону убить этого мальчика, который должен родиться и всех спасти. И они хотели убить его в воде, утопить, так постановил фараон. И говорит Итро, Всевышний великий, потому что то, чем хотели убить египтяне, вашего спасителя Муши, в воде, сами же они погибли в воде. Его восхитило и поразило, что Всевышний наказывает мера за меру. Что именно поразило Итро? Что он такого увидел? Почему его так поразил факт мера за меру? Потому что как себя убедет Всевышний? Итро знал, что, например, фараон хочет убить еврейского малыша, будущего спасителя в воде, и он его топит египтян в море. Мера за меру. То есть Всевышний, например, египтяне хотели применить воду, он не применяет против них силу, которая может противостоять воде. Он не применяет противоположность воде. А он именно ту силу, которую вы выбрали люди, вы хотите сделать что-то плохое с помощью воды, получите наказание с помощью воды. До этого мы с вами читали, как братья, которые Юсеф им говорит, я видел во сне, что я буду над вами править. Что сделали братья? Давайте его продадим. Что сделал Всевышний? Он не останавливает продажу. Он никак не ищет какие-то варианты, как можно выполнить его желание, свое желание Всевышнего, какой-то силой наоборот от братьев. А он именно с помощью действий братьев, вы хотите продавать своего брата, чтобы не сбылось мое желание? Так именно с помощью продажи братья посылают Юсефа в Египет, и там он становится царем. И братья приходят, поклоняются Юсефу. Именно с помощью ваших же собственных действий делает Всевышний. И это поразило и тролл. Что другие цари, другие какие-то вот чиновники, или другие, которые хотят что-то сделать наоборот, они обычно применяют силу, которая наоборот от той, которая им мешает. Но Всевышний совсем по-другому себя ведет. Именно ты, фараон, хочешь сделать плохо евреям, хочешь убить Муше? Хорошо, фараон, именно у тебя дома вырастет Муше. Как мы знаем, батья, дочка фараона, она усыновила, достала, мы с вами про это говорили, достала Муше из воды, привела его во дворец. Ты, фараон, хочешь его убить, ты этого спасителя еврейского и сам воспитаешь, обеспечишь и вырастешь у себя во дворце. Вы, братья, хотите остановить вот этот процесс, что Йосеф будет над вами править, именно с помощью ваших действий, с помощью продажи в Египет Йосеф становится вашим правителем. И это мы видим постоянно. Аман в Пуримских событиях. Ты, Аман, хотел убить весь еврейский народ, сделать всем плохо, именно благодаря твоей идее убить, вначале я сказал, приведите вашти, потом ее убивают. Именно из-за твоих действий убивают вашти, и именно благодаря твоим действиям Эстер, царица Эстер попадает во дворец Кахаш-Хорошу. Всевышний никогда не применяет что-то наоборот, противодействия действиям, которые идут против его замысла, против Всевышнего. Всевышний всегда все делает мера за меру. Ты хочешь сделать так, и именно твои мысли, твои действия, твои планы, я их использую, это все ты выбрал такой путь, но я это использую так, как хочет Всевышний. И Всевышний говорит, я использую это так, как хочу это я. Моше убить, хочешь его убить, он будет тебя в отборце. Хочешь убить еврейский народ, так ты сам царицу, еврейскую царицу, привел к Ахаш-Хорошу. Хотите остановить становление Иосефом большим человеком, с помощью ваших действий он стал большим человеком. И это Итро, который пришел к Муше, и Муше ему рассказал, что вот такие вот были события, и Итро проследил, что все, что хотели, задумали враги сделать, они получили сами в итоге то же самое, теми же силами, и теми же вариантами навредить, которые они хотели, они сами получили на себя. Всевышний никогда не выбирает что-то другое, противоположное, а он ведет себя так, как ведем себя мы. Человек ведет себя хорошо, помогает, ему помогают. Хочешь навредить, тем же, чем ты хотел навредить, тебе и навредят. И это вот поразительная математика, бухгалтерия Всевышнего, как тот тонко и четко, он делает все, что ты хотел сделать, плохо или хорошо, он это оборачивает сто процентов на тебя. Это поразило Итро. Спасибо большое за внимание, оставайтесь с нами, будем изучать недельные главы и другие части Торы. Шавуатов!